здравствуйте друзья у нас есть плейлист на канале который называется immigration faq где мы такие наиболее часто задаваемые вопросы вот мы их туда значит помещаем там сейчас всего три видео на самом деле я вот хочу записать сюжет прямо сейчас который отвечает на много 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 вопросов которые все об одном начинается с того что у меня такая это профессия дальше обычно говорят что я играю в лотерею но это понятно шансы невелики и дальше перескакивая фундаментальные вопросы типа откуда разрешение на работу откуда то откуда все человек начинает вот там спрашивать насколько его профессия пригодна насколько там ему надо будет подучиться как правило еще там и английского нет как лучше время потратить до приезда хотя когда приезд произойдет неизвестно в общем я бы так назвал такой предупрежден протокола намерения да то есть вот человек высказывается о каких-то намерениях но как бы конкретного плана действий там индивидуальные нельзя и тут мне уже начали как бы там стоны народные значит о том что сколько же можно об одном и том же я тоже согласен никакой радости мне нет вот на одно и то же все время отвечать я делаю один сюжет который отвечает сразу всем людям в этой категории и буду тогда давать это видео ну вот как какой ответ я буду ссылочку давать вот в этом и фейкью значит если мы говорим о приоритетах для людей которые имеют такое в принципе намерение иммиграционное я думаю что значит приоритет у них это английский потому что говорить о профессии о выборе профессии там еще о чем-то без того чтобы был английский язык не приходится но конечно есть люди которые там вот на стройке работают он всю жизнь на стройке работы найдется здесь какая-то русская бригада он будет там работать и может не знать английского языка совсем то есть есть люди которые там за небольшую денежку делают какую-то такую работу специфическую но это как правило не не те люди которые смотрят нас как наш канал у нас все-таки народ в целом образованности и для них на первом месте стоит английский второй момент конкурирующий за право быть на первом месте второй вопрос это о том что все-таки если нет ответа как ты попал в страну то вот все остальное просто смысла решено поэтому надо решить надо решить вопрос как это произойдет то есть вот иммиграционный вопрос я сегодня разговаривал с молодым человеком относительно средних лет парень у него мама они живут сейчас в израиле мама пенсионного возраста выиграла в лотерею green card и они переезжают в смысле как бы мама переезжает но он как бы с мамой переезжает и вот он тоже вопрос задает скайпе там был была переписка он говорит вот куда ему поехать вот у него такие да такие да профессии где ему будет легче профессионально я я думаю может я чего не понимаю из этих вопросов я ему позвонил я говорю мама выиграла а ты он ведь я нет я вот там у меня гостевая виза там туристическая на 10 лет я вот могу там значит там с мамой так а какой смысл то о профессии говорить значит все что он может делать он может работать нелегально значит до тех пор пока человек не ответит на вопрос о легализации всякие профессиональные вещи касающиеся там вот я не знаю там инженерного дела или там бизнеса или там еще чего-то если работы по найму в бизнесе все это как-то уходит на второй третий десятый план как как бы не больше чем просто любопытство такое досужие значит итак английский раз легализация 2 иногда бывает жизни человека что легализация происходит раньше чем английский подойдет но вот вдруг выиграл green card или вдруг бах женился или вдруг бах там я не знаю с родственниками бы соединился что-то такое бах и вот а он уже тут а английского нет здесь довольно много людей у которых английского нет если выбирать что делать раньше легализоваться а потом английский или английский и потом легализоваться я скажу хочу сказать чем раньше вы можете легализоваться тем раньше нужно легализоваться гораздо лучше изучать английские работы даже на стройке или там я не знаю по мелочи тут и там но уже будучи в стране уже адаптируясь уже узнавая и он там и так далее то есть конечно но если ты все равно сидишь на дома и ты не знаешь как скоро что произойдет конечно учи английский читали вот чтобы свободно читать желательно и поговорить тоже но читать понимать на слух как минимум и это несложно все это достижимо то есть конечно время занимает но есть весь инструмент для этого сейчас следующий момент профессия когда доходит до профессии все время вот я как бы вижу попытки не только людей которым скажем сороковник и они говорят вот я всю жизнь там работал бухгалтером или я всю жизнь там занимался продажами даже люди которым 18 лет и он на первом курсе и они все норовят значит сказать а вот та профессия которого меня есть я вот с ней как в эти место чтобы плясать от того что но учетом на месте есть там давайте сюда вот я буду изучать разбираться и тогда люди бывают технические и не технически люди более технические зависимости от возраста и степени так сказать того насколько они технически вовлечены сегодня они могут сказать я буду изучать программировать я не говорю о тех тоже программистом допустим или там работает войти например значит он может сказать вот как потратить время пока я еще не приехал что мне делать учи и начать какой язык учить java учи пич пивочи поэтому учи это с это следующий вопрос это второстепенный вопрос вы можете походить там по форумам вам расскажут и я тоже людей показываю которые говорят на эту тему учитель здоровья все что выучите все в копилку все хорошо еще и самое правильное учите на английском я когда вижу людей вот они живут сша у них там уже три четыре пять лет в сша и я вижу у него на компьютере там у него софтвор стоит и там все русифицировано то есть он windows на русском языке у него там word на русском языке и так далее я просто знаете вот такое сочувствие как ну я не знаю чек там неизлечимо больной ты ничем помочь ему не можешь и только понимаешь что вот жалко но помочь ничем нельзя поставьте себе сразу сегодня поставьте на английском языке вот это будет первым шагом пусть маленьким но очень хорошим очень важным и вот дальше вот в эту сторону значит что касается профессии я как человек находящийся вот в том углу как бы в котором я нахожусь иммиграции америки там и тогда я могу сказать что но но тест ранд никогда не поздно но но я не имею ввиду 75 но но в принципе если те двадцать там 3 или 28 или даже 44 но ты бодрый там глазки горят и ты по-английски можешь так тоже не страшно чё там вот и значит вот если вы смотрели моих там пару последних видео о строительстве там у нас был андрей вот его жена у нас училась ей уже я не помню даже за полтиннички было и она она не технический человек она такой вполне гуманитарный работала на административной работе но с английским языком если хороший английский пожалуйста уже там сейчас автоматизацию делает и так далее то есть все можно поэтому в крайнем случае если вы не знаете как зарабатывать что делать там это хорошо вот можете тестировать софт сегодня это можно делать сегодня есть такая ниша может быть еще десяток есть я не знаю я честно если бы я знал я бы сказал есть массовые такие популярные профессии на которые переучиваются иммигранты переучиваются на медработников ну там разного разной степени квалификации уже какая-то денежка даже если совсем нет никакой квалификации вот там сидят с пожилыми людьми там присматривают с детками сидят я не знаю ну то есть одно дело вам нужно перебиться как какое-то время адаптироваться прийти в себя сориентироваться правильно на местности и дальше двигаться я считаю что гораздо лучше ориентироваться чтобы там знать куда дальше двигаться получая там 60 70 80 100 тысяч в год нежели например там получать 12 долларов в час и заниматься какой-то такой работой где даже пересечься с людьми у которых есть чего получится сложно вот поэтому говорят а вот я железнодорожник а я слесарь а я там строитель а я летчик самый разный вот приедет 27 числа приезжает паренек молодой парень 25 лет из керчи у нас их трое сразу будет из керчи он моряк такой как сказать не военный коммерческий такой морячок разных профессий люди но ничего страшно поэтому сила есть там глаз криться вперед это мой ответ вы вы поговорите с десятью разными людьми они вам сдадут 10 разных ответов потому что у каждого своя жизнь у каждого свой путь и в общем каждый съел свое ведро там бочку цистерну опыта пускать негативного вот он через это вот призмочку и смотрит еще я хочу сказать вот что я сегодня с утра в скайпе разговаривал с одной девушкой она у нас будет на канале скоро я поэтому не хочу заранее много рассказывать но она преподает английский в частности там у нее много иммигрантов и тех кто собирается в иммиграцию и я ей говорю вот если бы тебя спросили вот дай три вещи самые главные вот где люди прокалываются и ошибки которые можно и нужно избежать и она очень интересные вещи сказала я когда вижу в общем молодежь которая говорит такое что и моего возраста не всякие те сформулируют я всегда очень как-то внутренне начали гордиться и радоваться есть молодняк то есть смена и значит вот девушка это светлана онало она говорит первое говорят она это надо рассчитывать на себя ты можешь иметь родственников ты можешь иметь друзей ты можешь иметь знакомых на форума там из чего-то и вот и думаешь вот и сейчас приедем ты можешь иметь портов компьютер скул вот якат от себя добавляю которое в得 Και думаешь вот сейчас как раз и тебе помогли рассчитывать надо на себя когда ты рассчитывает шире себя в этот момент тебе все начинают помогать потому что есть кому помогать когда человек рассчитывает на других ему помочь нельзя можно прийти и сделать за него и это то что он думает он хочет чтобы сделали за него нет но как только ты говоришь я сам делаю то что я должен делать этот момент набегает толпа народу которая только и норовит что помочь вот это значит берешь на себя и надо пахать вот еще один принцип как бы простой такой и думаешь как это пахать чего там пахать пахать цель есть и пашешь вот с утра и до ночи и не откладываешь на завтра а прямо сегодня вот ты сегодня хочешь вот ты сегодня учишь английский и не учишь английский как вот там взял книжку почитал 15 минут или там кино посмотрел 20 минут год ну его нафиг ушел а систематично вот каждый день по чуть-чуть или там сколько времени отвел и вот и вот и занимаешься то есть это именно то что дает реальный результат не импульсом а так вот систематичной работой и это то что делает человека успешным соединенных штатов систематическое выполнение рутины и нет предела тем высотам которых ты можешь достичь если ты в состоянии это делать а если ты еще соображаешь хорошо я даже не вообще в космосе живешь на облаках поэтому казалось бы я начал то с вопроса о профессиях да как мне быть с этой профессии с той профессии еще с какой-то профессии никак не быть английский учи раз если есть время и ты технический человек более менее склад технический ты норовишь вынырнуть в чем-то техническом учить java учи php учи python языки программирование изучать может быть ты будешь изучать там веб-девелопмент пожалуйста изучаем изучаем это если ты человек не технически если ты не смотришь в сторону там тестирование программирование и так далее но определись с профессией определись причем чем ты будешь заниматься это не обязательно на всю жизнь это может быть на относительно коротком отрезке времени там три четыре пять лет дальше видно будет но что-то такое что вот чем можно заниматься кто-то работает трак драйвером там если мужчина например кто-то работает здравоохранение на каких-то позициях кто-то работает в security полно полно нашего брата работает в секьюрити да может много не платит но и работа такая вроде не пыльно определитесь для этого существуют форумы вот и все и если профессия которую вы для себя выбрали требует какой-то подготовки или скажем так вы можете сегодня ускорить становление в этой профессии после того как приедете в сша если сегодня можно содействовать содействуйте изучайте я не знаю если вы хотите быть например там тем же тем тестером программного обеспечения ну так может быть вы подучите сейчас не начнете работать прям сейчас из любой другой профессии то же самое так что я думаю что мы абсолютно эту тему исчерпали и я больше к ней не возвращаюсь счастлива